Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Кулакова Человека, который сегодня как футбол бросают из одной организации в другую, это очень важно, что они могут получить консультацию и к этой консультации обязательно помощь. Редактор субтитров А.Семкин Государственная автоинспекция Севастополя провела профилактический рейд «Детское кресло», сообщает Пресс-служба управления Министерства внутренних дел России по городу Севастополем. Мероприятие направлено на выявление водителей, которые не используют детские удерживающие устройства при перевозке детей в возрасте до 12 лет. В ходе мероприятия автоинспекторы составили 18 административных материалов. Санкция статьи предусматривает штраф на сумму 3000 рублей. На антенно-фидерных устройствах радиотелевизионной передающей станции «Сарыч» запланировано проведение работ. Об этом сообщает российская телевизионная и радиовещательная сеть. В зависимости от погодных условий с 9 по 17 марта 2017 года работы проведут в течение одного дня с 9 до 17 часов. В процессе выполнения планируются технологические перерывы в трансляции телерадиопрограмм. Департамент городского хозяйства готовит севастопольцам сюрприз. Уже скоро на всех клумбах города распустятся тюльпаны. В управлении благоустройства учли положительный опыт прошлого года, когда эти цветы украшали зеленые зоны площади Ушакова и дорожной развязки возле железнодорожного вокзала и решили в этот раз высадить тюльпаны. Подробности расскажем в следующих выпусках новостей. 8 марта глазами детей. Под таким названием в городе в течение месяца проходил фестиваль детских рисунков, посвященный главному празднику весны – Международному женскому дню. Юные севастопольцы рисовали своих мам, бабушек, учительниц. А все для того, чтобы сделать оригинальный подарок близким, а заодно и поздравить всех женщин города с их праздником. Работы детей можно увидеть по всему Севастополю. Они размещены на билбордах и ситилайтах. Фестиваль детских рисунков, посвященный Международному женскому дню, провели по инициативе сотрудников художественной школы «Балаклавы». Идею поддержали в Департаменте общественных коммуникаций. На официальном сайте правительства Севастополя и в социальных сетях разместили информацию об условиях проведения мероприятия. Главная цель – чтобы дети поздравили своих мам и бабушек с Международным женским днём и чтобы все севастопольцы могли видеть, как творческие ребята подходят к празднику. Даже к нам прислали рисунок из Омска. Девочка нарисовала портрет своей бабушки и захотела, чтобы участвовать в этом фестивале здесь в Севастополе. Считаю, дорогого стоит. Считаю, что этот фестиваль удался. Сейчас на 50 билбордах и 35 ситилайтах размещены детские рисунки. Рисунков настолько много, что мы делали коллажи такие из нескольких рисунков для того, чтобы максимально охватить всех. В конце 2016-го проводился аналогичный фестиваль детских рисунков, посвященный Новому году и Рождеству. Тогда свои работы прислали около 30 ребят. Сейчас же количество рисунков возросло почти в 10 раз. По словам Натальи Ивановны Адаевой, победителями фестиваля в полной мере могут считать себя все участники. В данном случае победа – это то, что твой рисунок на самом деле общедоступен и он радует севастопольцев, особенно женщин. И дети поздравляют с 8 марта. Это, мне кажется, лучшая награда увидеть свой рисунок, привезти маму, папу, постоять рядом, сказать, это я тебе вот так, на всю страну, на весь Севастополь, объясняясь любви и поздравляю тебя. Детские рисунки приятно удивили севастопольцев. Горожане оценили подарок. Приятно, чтобы дети обращали внимание, поздравляли своих мам, бабушек. Прекрасный подарок, очень красиво. Дети рисуют, это всегда радость для всех, для всех возрастов. Положительно отношусь. Не первый раз в Севастополе это организовывается. Очень положительно. Это развитие детей, это интерес, это умение в обществе вращаться, это умение высказать и показать свои таланты. Я считаю, что это замечательное мероприятие, потому что дети показывают свой мир, как они видят окружающий мир, жизнь. У меня у самой маленькая дочка, ей 2,8, я ее очень люблю. И я вижу, насколько ребенок радуется окружающей жизни, насколько он позитивно смотрит на мир. Она тоже очень любит рисовать, поэтому я считаю, что это очень полезное мероприятие, нужное и радует и детей, и взрослых. Увидеть детские рисунки жители Севастополя могут не только на билбордах и сетилайтах города. А публикованы работы и на официальном сайте правительства. В планах у организаторов проведение аналогичного фестиваля к Дню России. Праздник вся страна будет отмечать 12 июня. Святослав Данилов, Дмитрий Еремеев, информационный канал Севастополя. Любовь, добро и красота. В Севастопольском художественном музее имени Михаила Павловича Крашицкого открылась выставка, приуроченная к 100-летию со дня рождения народной художницы СССР Татьяны Ниловны Яблонской. В экспозицию вошли 49 работ различных этапов творчества мастера кисти с 1938 по 1980 годы. Часть полотен предоставлена музею частными коллекционерами. Одна из известных картин «Молодая мать» была написана Татьяной Яблонской во время увлечения народным творчеством. Ее что привлекала? Искренность, простота, естественность. И, конечно, наша работа украшения и выставок, и всех альбомов. Наша работа как бы знакомит вот с этим этапом, когда линейная такая контурная основа идет, яркие локальные цветовые пятна, а главное – оптимизм, задорность, искренность, непосредственность народного искусства, но не впадая в такой совсем уж примитивный лубок. В городе проходят дни духовности и культуры памяти великого русского поэта Николая Алексеевича Мильникова. В понедельник в Молодежном культурном центре Севастопольского государственного университета собрались представители творческой интеллигенции города. Они представили свои наработки за последние годы, читали стихи и просмотрели серию документальных фильмов на историческую, патриотическую и духовную тематику. По благословению митрополита Симферопольского и Крымского Лазаря Дни духовности и культуры «Русский крест» проводят в Крыму впервые. Проект посвящен памяти поэта Николая Алексеевича Мильникова. Мероприятие организовано при поддержке региональных отделений Союза писателей и Союза кинематографистов России. Его цель – возродить и сохранить истинные традиции многонационального народа России. Город Севастополь является одним из центров духовности, поэтому непосредственно на примере Николая Мильникова мы видим, что результат деятельности творческой интеллигенции – это та необходимая составляющая, которая нужна нам сейчас. То, что внутри вас есть, то, что внутри нас есть, тот поиск, поиск правды, чистоты, поиск любви, поиск жизни – это и есть дыхание Вожи, это и сейчас наша душа. Представители интеллигенции Севастополя подчеркнули, что развитие духовности, творческого потенциала в людях – это и есть тот отпечаток вечности, который может оставить после себя человек. Вообще с культурой проблем много, очень много. А когда духовная культура и вообще духовность – это то, чем живет человек. Не будет духовности, мы только будем есть, спать и что еще там делать. Понимаете? Нет, это самое важное, что должно быть. На мероприятии представлен творческий потенциал Севастополя. Работы писателей, поэтов, композиторов, режиссеров. Член Союза писателей России Татьяна Сергеевна Шорохова познакомила присутствующих с альбомом «Священный образ Тавриды. Православные святыни Крыма в изобразительном искусстве». Книга издана в 2012 году и содержит около 1300 изображений крымских монастырей и храмов художников разных эпох – от конца XVIII века до современных живописцев. Книжность и письменность к нашему, скажем, русскому народу вышла через двери храмов. Она была там первоначально. И вот в нашей традиции, безусловно, вся культура оплодотворена православием и христианством. Также в рамках Дней духовности и культуры «Русский крест» будет презентован кинофестиваль «Русское зарубежье». Провести его планируют в июне этого года. И о погоде. Как сообщает Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 7 марта в Севастополе переменная облачность без осадков.